Приветствую вас ввиду особенностей информации, информации, с которой приходится иметь дело, я не вижу для себя возможным передавать ее целиком из этических соображений. Итак, я скажу, что была определенная манипуляция со стороны жены в отношении мужа, манипуляция не в смысле манипуляции, то есть именно акт манипуляции, а в смысле того, что жена, пока муж был в отъезде, прислала ему определенную фотографию, связанную с ребенком, фотографию довольно неприятного, страшного характера, из которой можно было сделать вывод, что ребенку грозит опасность. Она это прислала со словами, значит, это из-за тебя, мужа, это тебя будет преследовать всю жизнь, будет возмездие тебе свыше за все. Вот. Значит, мужчина пишет, что я был в ужасе, представлял себе всякие кошмары, через несколько часов выяснилось, что фотография фейковая, скачанная в интернете, это не наш ребенок, а на самом деле у ребенка просто пошла кровь из носа, поскольку он ударился ночью носа на диван, в этом виноват якобы я, так как не разрешил купить дорогой диван, а только дешевый. Если бы купил дорогой, то он был бы мягким и ребенок бы не ударился. В процессе разборок выяснилось, что жена не видит ничего страшного в таком поведении, в присылании фотографий определенного характера. И не понимает, почему я прекратил с ней общаться, называя это чудовищно. Утверждают, что была зла на меня из-за того, что много внимания в последнее время уделял другой женщине, о которой она знает, у нас открытое отношение, и потому решила так посчитать. О чем свидетельствует такое поведение, спрашивает муж, нужен ли тут психолог или психиатр, возможно ли продолжать отношения с женщиной, которая позволяет себе такие шутки. Слово шутки заключено в кавычках, в кавычках. Ну, я не думаю, что здесь нужен психиатр, потому что, как я понял, это разовая история, и в этом чувствуется акция много агрессии, вот, вашей жены. Дело в том, что открытые отношения подходят далеко не всем. И даже если человек по каким-то причинам на них соглашается, это еще не значит, что его все устраивает. Здесь, на мой взгляд, совершенно очевидно, что ваша жена болезненно относится к тому, что вы уделяете внимание другой женщине, так или иначе, то есть абсолютно в данном случае, ну, не важно. Договорились вы об этом, да. Не договаривались вы об этом, то есть это абсолютно не важно. Вашей жене тяжело, вот. И о чем это вопрос? Это вопрос, в первую очередь, пожалуй, о том, да, насколько ваши отношения, ну, доверительны. То есть насколько вы понимаете друг друга, насколько вы чувствуете друг друга, насколько вы отдаете себе отчет в том, что происходит с вами, так или иначе, опять же. И вопрос в том, насколько вам комфортно, ну, друг с другом, насколько вам хорошо друг с другом, вот. На мой взгляд, это то, что можно сказать про ваши отношения на данный момент, по крайней мере. На самом деле, продолжать ли, значит, ну, продолжать ли отношения с вашей женой решать вам, вот. То есть тут, ну, в какой-то степени, наверное, все просто в том смысле, что либо, значит, ну, либо вас устраивает открытые отношения, ну, вот. Ваша жену, очевидно, не устраивает открытые отношения, да. Даже если она говорит другое. То есть если, ну, как бы, изначально, да, может быть, все устраивало ее, изначально. Но вот сейчас, очевидно, да, что не устраивает. Уже совершенно очевидно, на мой взгляд, вот. И, соответственно, ну, вам в этой ситуации решать, что делать. То есть либо вы, ну, как бы, признаете, да, что открытые отношения имеют, как бы, свою, скажем так, определенную природу, да. Ну, в том смысле, в том смысле, что открытые отношения вытекают из разных ситуаций, из разных предпосылок, скажем так, вот. И эти предпосылки могут быть самыми, ну, самыми разнообразными. В том смысле, что это может быть как история про компенсацию, вот. Когда люди открытыми отношениями компенсируют, значит, ну, какие-то вот трудности в отношениях, вот. Это может быть следствием продвижения своих ценностей. И это может быть результатом, ну, выхода в ситуации, когда, например, допустим, ну, допустим, родители хотят, допустим, ну, как-то вот семью сохранить, да. Например, не расставаться ради ребенка, отец, не расставаться из-за ребенка, вот. Но при этом как-то и самостоятельно жить хотят тоже, ну, скажем так, адекватно. То есть не хотят себя там, ну, лишать чего-то, да, не хотят, как бы, в чем-то себя, в чем-то себя ограничивать. Вот. Поэтому грани желательно сначала, прежде чем принимать какое-то решение, разобраться, что вообще у вас происходит в семье. Вот. Что происходит с вами, вашей женой? Какие у вас отношения на данный момент, да, и какие, ну, скажем так, перспективы у вас в отношениях с женой? То есть идете ли вы все еще по жизни вместе? Ну, со своей женой или нет? Вот. Это, мне кажется, очень важный момент, потому что если вы, ну, если окажется так, что вы по жизни со своей женой вместе уже не идете, то, возможно, будет проще. Проще расстаться, потому что, ну, человеку, да, не только женщине, но любому человеку, в принципе, наверное, ну, для любого человека является вызовом наличие вот, ну, третьего лица, скажем так. Даже если он как-то вот, ну, признает, допускает, что это может быть. Вот. Такая вот история. То есть я думаю, лично мне показалось, что вы человек такой достаточно буквальный, вы человек, да, человек достаточно конкретный. Вот. Если, если женщина сказала, что, ну, типа, что открытое отношение, все устраивается, хорошо, ну, значит, вы, как бы, от этого и обталкиваете. Вот. Тут нужно, на мой взгляд, делать скидку на то, что женщина не всегда говорит то, что думает женщина, не всегда говорит то, что чувствует. И, в общем-то, делать скидку на то, что женщины, в принципе, мыслят не так, как, вот, мужчины. Вот. То есть тут могут быть некоторые, скажем так, разночтения в этом моменте. Вот. Поэтому я думаю, что у вас просто в какой-то момент ушло взаимопонимание, да, то есть вы перестали друг друга понимать, перестали друг друга слышать, соответственно, как бы, ну, вот. Также не совсем понятно ваше отношение к тем аспектам, которые вы описали. То есть не совсем понятно, ну, вот, вы купили, там, дешевый диван вместо дорогого дивана, да? Вот. И речь не о том, что вы должны были купить обязательно диван дорогой. То есть, ну, купили какой, могли, и все. Ну, вот. Речь немножко о другом. Речь о том, эм... Как вы к этому относитесь, к тому, что вы купили такой диван. Как вы относитесь к тому, что ваша жена говорит вам, что вы много внимания уделяли другую женщину. Вот. Вот что важно. Вот это важно, понимаете? То есть важно, как вы все это проживаете, как вы все это проходите вместе. Вот. То есть, на мой взгляд, ну, по крайней мере, мне так показалось, что вы свою жену, вот, а может быть, эээ, ну, или не слышите, или не хотите слышать, да? То есть не хотите слышать, вот, как бы, ну, что с ней происходит, что ее волнует, что ее беспокоит. Опять же, эта история не про то, что вы должны это делать. Это история про то, что важно вам это или нет, да? То есть важно ли вам как-то вот, ну, слышать свою жену, важно ли вам наше... Замечать, что с вашей женой происходит и так далее. Вот. На мой взгляд, такой, эээ, ну, такой аспект. Если да, хорошо. Если нет, это нужно признать и от этого откалкиваться. Мне кажется, что в какой-то момент и вы, и ваша жена начали себя обманывать. Вот. Я не знаю, ради чего, я не знаю, для чего, но вот мне показалось, что начали вы друг друга обманывать. Ой, то есть не друг друга, а отца на себя, второго, что-то обманывать. То есть нет ли такого, что вы за открытые отношения выдаёте то, что вы не хотите больше, эээ, ну, не испытываете чужую жену, да? Например. То есть вот, на мой взгляд, эээ, как бы, ну, понятно, что у вашей жены есть определённая особенность, да? То есть, эээ, понятно, что там, что бы ни происходило, да? Так, так ощутить не очень, не очень хорошо, не очень, не очень здорово. Это понятно. Но, эээ, на мой взгляд, ситуация стала возможной благодаря тому, что вы как-то вот не совсем определились, да? То есть открытые отношения, это ведь, эээ, некоторая такая неопределённость всегда. Это про неопределённость. Открытые, ну, открытые отношения. И, соответственно, никакой человек эту неопределённость может адекватно переносить. Потому что, ну, вполне логично, на мой взгляд, что у вашей жены могли возникнуть такие мысли, что вот сейчас это открытые отношения, да? А завтра это уже могут быть отношения, где вы уходите, например, к этой женщине, ну, вот к этой другой женщине уходите. И всё, и как бы уходите от своей жены. Вот. Правда это или нет, не важно. Важно, что ваша жена могла так подумать. Она, скорее всего, так думала. Вот. Поэтому, опять же, здесь очень много нюансов. Я бы сказал, что то, что вы спрашиваете нас о том, стоит ли продолжать отношения со женщиной, да? Само по себе является проблемой, потому что вам никто об этом не скажет. Это ваша жена, это ваша семья. И только вам решать, как, ну, будут выстраиваться отношения. То есть, ну, вам решать. То есть, вы, вы сами чего хотите? Вы сами хотите с ней отношения продолжать или нет? Вы сами хотите её понять или нет? Вы сами хотите вникать в то, что с ней происходит или нет? Если хотите, окей. Если хотите, хорошо. А если нет, то лучше не надо. Понимаете? То есть, вот, чувствуется, что есть некоторая, ну, напряжённость, что ли. Чувствуется, что есть некоторое, ну, некоторое насилие, что ли, над собой, у вас в этой ситуации. И это, на самом деле, не есть хорошо, как мне, как мне думается. И как мне, как мне кажется. Вот. Подумайте о том, вот задайте себе вопрос, да? Почему я в этих отношениях. То есть, почему я сейчас со своей женой нахожусь, да? Вот. Любите ли вы её? Хотите ли вы, хотите ли вы по-прежнему делать её счастливой? Или вы с ней из-за ребёнка? Или ещё какие-то, ну, моменты есть? Вот. Подумайте о том, как вы пришли к открытым отношениям, вследствие чего вы пришли. Только честно. Честно нужно себе на этот вопрос ответить. Честно. Если вы, ну, будете нечестны с тобой, то ничего не получится в этом смысле. Один обман просто заменит другой обман. И, в принципе, всё. Если вы этого не хотите, я очень надеюсь, что вы этого не хотите. Вот. Если вы этого не хотите, то, ну, да, пусть всё время что-то менять. Возможно быть, ну, как-то более честным и, ну, честным с собой и честным со своей женой. И признать наконец, что вы, вероятно, не такой человек, каким, ну, вот, каким себя представляете. Вот. То есть вам здесь просто нужно столкнуться, на мой взгляд, с реальностью, вот, которая, ну, просто может быть неприятной. Просто реальность, которая может быть не такой, какой вы хотели бы, чтобы она была. И если у вас есть проблемы с этим, да, то есть если у вас есть проблемы с, ну, вот, с принятием реальностью, скажем так, вот. Что я думаю, что вам можно в этом помочь. Конечно. Вам, вам можно и нужно в этом помочь. Вы не обязаны один с этим справлять, с этим справлять. А если вы считаете, что проблема только в вашей жене, да, если вы считаете, что проблема только в вашей жене, если вы ни при чем, в этом случае, в этом случае, вам действительно стоит подумать о том, чтобы расстаться. То есть, ну, как бы, если вы не хотите, да, слышать, вот, то, что ваша жена вам, ну, вам говорит, да, например. Ну, вот, ну, совершенно очевидно, совершенно понятно, что заставлять себя, ну, бессмысленно. То есть это опять же будет, ну, какое-то насилие, насилие на собой и всё, ну, вот. Я это вижу, я это вижу, по крайней мере, вот таким образом. Ну, это всё. Буду благодарен вам за обратную связь. По моему ответу, это позволит вам начать над собой работу, это позволит вам вывести основные постулаты для психотерапии. Я желаю вам всего самого доброго, удачи. Обращайтесь за помощью. На мой взгляд, вам она пригодится. Вам она пригодится, эта помощь, потому что вы можете лучше себя разобраться. Спасибо. Спасибо.